Сегодня пептидные регуляторы успешно применяются в геронтологии, но не стоит забывать, что изначально они разрабатывались в военно-медицинской академии как препараты для увеличения ресурсов организма и повышения боеспособности военнослужащих, действующих в экстремальных условиях, а значит подходили и для профессиональных спортсменов. Неудивительно, что именно к Винсону обратились в свое время тренеры олимпийских чемпионов. В свое время главный тренер, президент федерации художественной гимнастики Ирина Александровна Винер-Усманова обратилась к нам с просьбой помочь ее спортсменкам, которые молодые девушки, но однако у них были различные проблемы со здоровьем. Когда мы их обследовали, мы очень удивились, что у них износ организма был очень высок. И вот, ну сделав им диагностику, генетику, там нинутеломер, потом применив комплекс пептидов, комплекс это пептиды мозга, иммунной системы, хрящей, сосудов и так далее, и мы добились восстановления полностью всех их функций, нормализации. И это было сделано перед Олимпиадой в Лондоне, Олимпийскими играми. И нам удалось поднять настолько их активность, их резистентность, что никто из них не заболел и прекрасно все выступили, получили все золотые медали. Вот, пожалуйста, пример. Поэтому препараты, пептиды, они как бы необходимы любым людям, если они находятся в тресторной обстановке. Владимир Ховенсон – это человек, который всегда был готов изменить мир к лучшему. С помощью пептидов, науки, продвижения отечественных медицинских разработок. Он всегда был настолько уверен в своих препаратах, что первыми его пациентами стали его же собственные родители. Вот моя мама Анна Яковлевна, которая 5 декабря, 5 декабря 2015 года исполнилась 95 лет. 95 лет. И что интересно, что вот у нее диабет уже почти 30 лет. Понимаете, было поражение сетчатки. Вот она была первым пациентом нашего, к которому ввели наш препарат из сетчатки. Еще даже мышки, крыски даже не получали еще препарат. А вот она была первая. А почему? Потому что, когда врач, который ее осмотрел, сказал, знаете, говорит, мне вот, ну я в академии работал, говорит, вы знаете, у мамы ваша диабетическая ретинопатия, и она может ослепнуть. И от общего ужаса, конечно, сами понимаете. Говорю, мама, знаешь, мы сделали препарат, он еще у нас так, ну, я думаю, что он очень будет знаменитый препарат. Давай-ка мы его тебе проведем. И вот она была первым пациентом. Это уникальный момент. Исторический факт. Первый пациент. Вот. И до сих пор, вот ей сейчас уже 95 лет, и она все видит, слава тебе Господи. И мы ей каждый год, два раза в год проводим курс лечения сетчатки. Ну, конечно, и остальное тоже. И препарат сосуда, препарат мозга. Это мой отец. Вот он, к сожалению, умер, ему было 92 года. И то он умер там из-за травмы. Там упал с лестницы, к сожалению, такое. Но, что интересно, он получал препараты, тоже почти 30 лет наши препараты получал. У него, когда, ну, так скажем, там, на вскрытии, не было заболеваний. Ни инфаркта, ни инсульта, ни тросклероза, ничего. Владимир Ховенсон в медицинских и научных кругах имеет репутацию человека активного и душой болеющего за свое дело. Его работоспособность удивляет многих. А еще коллеги отмечают такую черту Ховенсона, как умение добиваться поставленной цели. Причем не ради интереса коммерческого, а для того, чтобы показать, что этот препарат, это лекарство действительно уникальны. Я еще помню его, когда мы были молодыми людьми, он уже был хорошо известен в военно-медицинской академии. По-моему, биохимию он возглавлял, связанную с созданием вот этих новых пептидных лекарств. По-моему, не очень легко и просто все это у него продвигалось, получалось. Но проходят годы, десятилетия, все это сохраняется, развивается. Поэтому я могу сказать, что, наверное, очень важно, что вот он сохраняет верность тому направлению, которое избрал, и целеустремленно все это развивает. Мы с ним встретились на одном из симпозиумов далеко, отсюда, в Сектевкаре. Какой-то человек вылезает и говорит на трибуны, рассказывает, что вот эти пептиды могут обладать физическим действием, и их действие связано, определяется специфическим связанием с ДНК. После его доклада я подошел к ним, он был несколько назад всего, и говорю, Володя. Вот у меня есть ДНК, есть ферменты. Если они связываются, твои пептиды, то, может быть, они могут регулировать активность и действие каких-то определенных ферментов. Давай свои пептиды. Он мне дал пептиды. Я человек совершенно независимый, не работаю в МГУ. Я попробовал, оказалось, что действительно его пептиды короткие контролируют действие многих ферментов, важнейших ферментов. То есть на самом деле они контролируют действие антонуклеаз, такие есть ферменты. И мы совместно опубликовали работу, она вышла, и идет плодотворный контакт, потому что, ну, многие относятся скептически к этому, как и я относился, но после того, как я сам это проделал, и мои сотрудники проделали очень тщательно, мы увидели, что под действием его пептидов на культуру клеток существенно изменяется экспрессия тканево-специфичных ответственных генов, которые контролируют клеточный дифференцировок. Ну, трудно было бы в это дело поверить, но факт есть факт. Прекрасный ученый в своей области, замечательный организатор. Вот, я вам скажу, что очень хороший человек, добрый, милый человек, так сказать. Именно так крупный, так сказать, врач, крупный специалист должен подходить, так сказать, к своей, на конкретной профессии. Я конденсионно знаю с детства практически, со студенческих его лет, или с начала его карьеры, и он всегда занимался геронтологией и веществами, которые могут влиять на этот процесс. Человек очень страстный, человек, которому всегда интересно то, что он делает. А мы проверяли в какой-то мере эффекты действия веществ, которые он предлагает, это низкомолекулярные пептиды. И мы изучали их действия на нервную систему и на иммунную. И они оказались вполне эффективными. Хотя говорят, что механизмы неизвестны, часто непонятны. Много в мире чего непонятного. Но что есть, то есть. Работает. И это мы видели своими глазами. Ховенцовна я знаю с 1966 года. Когда я поступил в военно-медицинскую академию, Ховенцовна учился на первом курсе военно-медицинской академии. Вернее, закончил первый курс. Уже с юношеских лет, а это был второй курс, он уже занимался вопросами физиологии, иммунологии. И добился вот таких величайших успехов, что теперь мы можем гордиться. И Санкт-Петербург, и Россия может гордиться теми достижениями, которые сделал Владимир Хаскович. Ховенцовна заряженный на исследования, заряженный на результат, который пробивает пути, дорожки, стежки своим характером, своим умением, своими знаниями и своими, ну скажем, своими достижениями. Продолжение следует...